Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1392. Разбор ответов Архимандрита Амвросия Юрасова. Вопрос 72. За что Господь наказывает? Отвечает Амвросия Юрасова. В Господь полнота любви. Он никогда никого не наказывает. Любовь не может наказывать. Мы, когда грешим, сами себя наказываем. Комментирует Игнатий Тихонович Лапкин. Как всегда, отец Амвросии блаженно и в кавычках «благодатно» оригинальничает, совершенно забыв, как артист, что он является служителем Бога, который должен быть верен в доме его, как Моисей. Как будто никогда не читал и не слышал, что есть такая книга Библия. Единое вечное руководство. И в этой книге, о которой Архимандрит, видимо, не слышал никогда, слово «наказание» встречается 189 раз в разных значениях. Это самое неизвестное Архимандриту книга Библия говорит, что Бог наказывает. Каждое приведенное место Писания есть свидетель. Для вразумления Ивановского Архимандрита привожу всего только 32 места из неизвестной для него книги, что Бог наказывает, а мы молим его, чтобы он смягчил свое наказание. О Архимандрите! Усмири свою гордыню, сойди с кафедры, не гневи Бога, чтобы он тебя не убил прямо на месте в храме за дьявольскую ложь, которую ты отравляешь слушателей. Иеремии 23.28 «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно, что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь. И Библия говорит, наказываю, а смертный и грешный человек, и весьма много грешный, как он себя называет, что он не достоин войти и под своды храма в женском монастыре, добавляя частицу «не». Ясно, что он не боится Бога и разворачивает людей в обратном направлении спасения. Иисус Христос предупредил таких вольнодумцев. Марка 13.31 «Небо и земля приедут, но слова мои не приедут». Лука 16.17 «Но скорее небо и земля приедут, нежели одна черта из закона пропадет». Итак, слушай, батюшка, и внимай, потому что Господь говорит сегодня с тобой через Слово Свое Святое. Сегодня ты можешь судить Его Слово, но придет день, когда Оно будет судить тебя, как и каждого из нас. Исход 25.7 «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно». Левитам 26.18 «Если и при всем том не послушайте меня, то я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». Числа 14.18 «Господь, долготерпелив и многомилостив, и истинен, прощающий беззаконие и преступления, и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода». Ио 31.23 «Ибо страшно для меня наказание от Бога, пред величием Его не устоял бы я». Псалом 37.2 «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня». Псалом 38.12 «Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса Его». «Так суетен всякий человек». Псалом 98.8 «Господи Божий наш, ты внимал им, ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их». Псалом 117.18 «Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня». Псалом 118.75 «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости ты наказал меня». Притча 3.11 «Наказание Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его». Притча 3.12 «Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Исайя 26.16 «Господи, в бедствии Он искал Тебя, изливал тихие моления, когда наказание Твое постигало Его». Исайя 26.21 «Ибо вот Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых Своих». Исайя 27.8 «Мерою ты наказывал Его, когда отвергал Его, выбросил Его сильным дуновением Своим, как бы в день восточного ветра». 1 Коринфянам 11.32 «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Евреям 12.5 «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя». Евреям 12.6.10 «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал Отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Откровение 3.19 «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Премудрость Соломона 1.6 «Человеколюбивый Дух премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств Его и истинный зритель сердца Его и слышатель языка Его». Премудрость Соломона 1.19 «Показав тогда через жажду, как Ты наказал их противников». Премудрость Соломона 11.16 «А за неразумные помышления их неправды, по которым они в заблуждении служили бессловесным, пресмыкающимся и презренным чудовищем, Ты в наказание наслал на них множество бессловесных животных». Премудрость Соломона 12.10.22 «Но Ты мало-помалу наказывая их, и так, вразумляя нас, Ты наказываешь врагов наших тысячекратно, дабы мы, когда судим, помышляли о Твоей благости, и когда бываем судимы, ожидали помилования». Премудрость Соломона 16.16 «Ибо нечестивые, отрекшиеся познать Тебя, наказаны силою мышцы Твоей». Сирахова 10.16 «И за это Господь посылает на него страшные наказания и в конец низлагает его». Тавида 11.14 «Потому что ты наказал и помиловал меня». Тавида 13.2 «Ибо он наказует и милует, низводит до ада и возводит, и нет никого, кто избежал бы от руки его». «Сеем рож окосим лебеду, непрестанно ищем виноватых, строим рай, а вертимся в аду, узнавая в ближнем супостата. Словоблудием залита земля, каждый норовит в евангелисты и к кормушке, дабы опосля самому свернуть с тропы тернистой. Плоть ликует, дух уничижен, суета перечеркнула вечность и страну десницею чужой волокут злорадно на увечье. Наши души от тоскливых дум обессилев примирились с ложью, потому и сеем лебеду, называя всеяное рожью. И романах роман 1993 год. Продолжение следует... талант тяб 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 тяб